Я считаю, что это казус бели, и что по большому счёту надо относиться к этому очень серьёзно и понимать, что это значит. То есть это называется маски сброшены. Во-вторых, очевидно, что если будут санксы введены против Маргариты Симоньян и Арти, то это обозначает практически полный запрет на работу в России иностранных структур и журналистов, кем бы они ни были. Ну то есть это по большому счёту казус бели, потому что когда премьер-министр Российской Федерации и пресс-секретарь, ну что де-факто посол, больше, ну существенная часть правительства и администрации президента оказывается в санкционном списке, это обозначает, что духа Женевы больше нет. Это обозначает, что несмотря на выступление Байдена о том, что закончилась холодная война, началась эра дипломатии, дипломатии нет, а есть холодная война. То есть это полный разрыв любых контактов и отношений с Соединёнными Штатами, со всеми вытекающими отсюда экономическими, военно-политическими и прочими условиями, вплоть до витирования всех предложений США в ООН, в Совете Безопасности, ну и прочие сильнейшие шаги. И, кстати, окончание диалога с Америкой, который только начался в Женеве, потому что некому увезти, все под санкциями. Владимир Владимирович, вы упомянули очень серьезные меры. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в Москве, я через неделю еду в Ушингтон, и там у меня будет возможность пообщаться с представителями администрации, с людьми в Конгрессе. Но вот сейчас я в Москве, и я провел пару дней, разговаривая с российскими экспертами и официальными лицами. И вот все вещи, которые вы упомянули, они, мое впечатление, среди тех вещей, которые реально рассматриваются. Это значит, мы с вами беседуем с одним кругом лиц и экспертов, так скажем. Я думаю, что это вполне предсказуемо. Но вот будучи аналитиком, а не политиком, я тоже пытался понять, почему может быть российская резкая реакция. Не просто потому, что хочется чем-то ответить и переплюнуть в другую сторону, а потому что есть впечатление, как мне кажется, у серьезных людей в Москве, которые много определяют, у них есть впечатление, что создается крайне опасный прецедент. Впервые американский Конгресс взял абсолютно непроработанный список, давайте назовем его проскрипционный список, карательный список, подготовленный к российской радикальной оппозиции, в который они включили, в общем-то, людей по одному принципу, что эти люди радикальной оппозиции не нравятся, и что радикальные оппозиции противостоят. И предложили, чтобы этот список был принят, как руководство к действию Соединенными Штатами Америки. Если бы это произошло, то оппозиция, которая только что показала свою импотенцию во время закончившихся в России выборов, то оппозиция бы, отказавшись от реальных, по крайней мере на сегодняшний день, рычагов давления внутри собственной страны, она получила бы новое ударное средство Соединенные Штаты и коллективный Запад. И с помощью этого нового ударного средства, с помощью этого карательного молота, они могли бы начать забугивать журналистов, политиков, судей, кого угодно. Ну и, конечно, что люди, которые отвечают в России за безопасность страны, в общем-то, такую роль оппозиции предоставлять ни в коем случае не хотят, и считают, что это против государственных интересов. Я не берусь предсказывать, какой будет ответ России, я думаю, вы это понимаете лучше, чем я. Но я могу вам сказать, что я никогда не видел таких решительных настроений среди российских официальных лиц, вот не просто взять и принять этот удар, и сказать, как-нибудь всё пройдёт, стерпится, слюбится, обойдётся. Вот это не те настроения, которые я сегодня вижу и слышу в Москве. Дмитрий, ну вы очень точно отметили тему так называемой оппозиции. Но ведь это показывает, что лоббистские возможности ряда граждан и структур в США существенно превышают работу, которой оно не ведётся, России. Потому что мы же видим, когда так легко залетает абсолютно эклектичный, совершенно непроработанный, абсолютно случайно составленный на принципах личной ненависти и коммерческих интересов список, то это значит, очень серьёзно укоренилась не просто русофобия, но хорошо оплаченные лоббистские структуры, стоящие за этой русофобией. Кто эти люди? Владимир, вот я помню хорошо, как когда обсуждался закон Магнитского, я тоже слышал в Вашингтоне от администрации вот такого рода суждения, что это очень сырой законопроект, что все понимают, что многие люди включены туда без оснований, и как-то все ждали, что найдётся какая-то сила в Вашингтоне, которая помогает разобраться и отчлифовать. Никто этим не занялся, и мы получили то, что мы получили. Вот Конгресс, если вы разговариваете с серьёзными людьми, а там ещё такие есть, они вам сказали, что мы такое делаем? Мы взяли этот список от несчастных навальнистов, которых преследуют в России, и их лидеры пытались убить, и сейчас он в тюрьме. Вот они подготовили эти несчастные, смелые люди такой список. Мы же этот список не предлагаем, чтобы его приняла администрация Байдена. Всё, что мы говорим, что этот список надо рассмотреть, и посмотреть, какие из этих людей конкретно подпадают под действие уже существующего закона Магнитского. И если администрация сочтёт, что они не подпадают, так ничего с этими людьми не будет. Это теоретически так. Но на практике я просто думаю, что Вашингтон будет работать по-другому, что будет у администрации большое опасение, что если они слишком многих людей из этого списка исключат, что если санкции будут слишком беззубыми, то администрацию обвинят в беспомощности, и в потворничестве Путину. И поэтому мне кажется, что это потенциально очень серьёзная ситуация. И в той мере, в которой Россия считает, что это действительно угрожает её национальной безопасности, моя единственная рекомендация говорить об этом заранее, иметь серьёзный разговор, серьёзно сформулировать российскую позицию. Это, конечно, будет неприятно слышать в Вашингтоне, это, конечно, вызовет раздражение, но это гораздо будет иметь менее серьёзный разрушительный потенциал, чем создать в Вашингтоне впечатление, что такой закон можно принять без серьёзных последствий, а потом вдруг ба-бах, ба-бах, и в Вашингтоне сказали, чего же вы нас не предупреждали, мы-то думали, что вас это не по-настоящему беспокоит. Вот тут, мне кажется, что серьёзная конструктивная дипломатия, она тоже должна быть достаточно откровенной, и никогда не шантажировать, и никогда не угрожать, но чётко формулировать свои, если хотите, озабоченности и намерения. А что бы было с американскими гражданами, которые написали бы письмо иностранным структурам с просьбой включить санкционный список отдельных государственных деятелей, официальных лиц или руководителей американских компаний? Ну, если вы говорите про структуры, я так понимаю, что вы имеете в виду правоохранительные структуры, или те официальные структуры в Вашингтоне, которые в состоянии дать инструкции правоохранительным структурам. Но я уверен, что это бы имело очень серьёзные последствия. В Америке существует смертная казнь, я уверен, что она бы в такого рода случаях не применялась, но очень серьёзный срок заключения за это можно бы получить. Но что самое главное, люди, которые бы это делали, они бы оказались в политической и моральной изоляции. Мне очень трудно представить серьёзных политиков, людей, пользующихся каким-то весом, которые бы сказали, ребята, мы понимаем ваше искреннее негодование, вы предлагаете сажать ведущих сотрудников Белого дома или, по крайней мере, проводить под них серьёзные санкции, вы собираетесь наказывать ведущих американских журналистов. Ну что такого? Вот вы считаете, что вы правы, что это требует ваше чувство справедливости, это своего рода форма патриотизма. Я абсолютно убеждён, что такая позиция в Америке оказалась бы абсолютно неприемлемой. Измена Родины. Я не хочу упоминать Измена Родины, просто потому, что Владимир это юридическое понятие, и я не юрист. Я обязательно тоже постараюсь проконсультироваться с юристами и вникнуть в эту тему, но это однозначно подпадало бы под статьи Уголовного кодекса и однозначно привело бы к моральной и политической изоляции тех, кто оба рода вещами занимался. В чём опасность этого списка Навального? В чём опасность этого списка Навального? Вы это сформулировали, Владимир, предельно точно. Что тут не требуются никакие доказательства, понимаете? Никто расследовать это не будет. То есть вот администрация будет иметь возможность в частном порядке дать кому-то задание посмотреть на этих людей, установить, подпадают они по обвинению или нет. Но этим же людям не нужно предъявлять никакое официальное обвинение. Не нужно ничего доказывать. Тут нужно будет доказывать Конгрессу, что эти люди невиновны. Это очень опасный. Это очень антиамериканский. И это очень разрушительный для российско-американских отношений подход. И поэтому я считаю, что это не та ситуация, которую можно проигнорировать, рассчитывая на лучшее.